здравствуйте приглашаю вас сделать со мной вместе сырники для сырника нам необходимо будет сам творог 600 грамм яйца сметана сахар песок и сахар сахарная пудра а также овсяная мука манка мука обыкновенная соль и подсолнечное масло и немножко топленого масла для почему так много продукта потому что я хочу сжарить сырники и потом их залить сметаной с яйцами и поставить духовой шкаф где-то минут на 20-30 но для начала нам нужно приготовить само тесто и жарить сырники для начала я возьму в сам творог положу на 600 грамм я положу 4 ложки столовых без верха сахара хорошо его разомну и оставлю где-то минут на 40 на час для того чтобы посмотреть как отреагирует творог на на сахар принципе творог я вижу что он такой вот твердый но бывает разный творог и сахар как-то дает дополнительную влагу как бы но тяжелее угадать сколько надо положить той же самой манки или овсяной муки обыкновенной муки яйца там и так дальше поэтому пусть немножечко постоит вступит какую-то реакцию и дальше будем продолжать готовить и так творог вместе с сахаром соединился не сильно он стал и мокрым но вот такой рассыпчатый сейчас мы добавим сюда желтки белки хочу взбить отдельно три желтка белки почему я буду взбивать потому что я сюда в тесто для сыпников ложить соду питьевую не собираюсь не буду сейчас сделаю больше сюда есть чтобы взбить весь белок и половину я потом соединю с тестом а половину половина пойдет на крем на для того чтобы залить залить потом уже готовые сырники вот так дом сейчас стоит половину пены жил без белка высыпаю и сейчас уже будет видно какой консистенции у нас получается тесто будущее сколько надо добавить нам манки сколько нам надо добавить этих овсяных овсяной муки кстати я ее сделала в кофемолке с вот этих вот овсяных таких пластивцы в вевсяне дрибно зерновета хлопья овсяные такого мелкого помола так насыпаю сначала смотрите беру ложку манки манки ложку этой муки с горкой и пол ложки муки так вымешиваем надо так чтобы было и не жидкое и чтобы можно было в руках сделать такие шарики с которые потом приплюсну выпекать сырники ну я уже так делала где-то на такое приблизительно количество получается на каждые 200 грамм практически ну не сильно с горкой по ложке манки и муки из овса и по пол чайной ложки муки обыкновенной вымешивается такое не сильно ну все зависит конечно от начального от того какой творог если творог сухой этого всего надо поменьше если он как бы влажный после того как мы положим в сахар песок то надо немножечко больше сейчас я тоже сформирую шарики и обваляю их в муке с пшеничной и овсяной напополам так я ложу масло подсолнечного масла вот уже сформировала такие небольшие шарики сильно не придавливаю не пропекутся вообще это ж с творога называется сырники сырники это вроде бы как сыр но его называли сыром то есть сыр это твердый имеется ввиду сыр раньше когда когда доили коров все время а был пост вот как сейчас у нас на Украине творог нельзя было кушать творог, молоко, сметану и творог собирали в такие кадушки как бы деревянные но перед этим его несколько раз еще отжали потом остыл он под креслом остывал и опять после выхода отстыл его опять ставили в печь и нагревали и опять под пресс и так несколько раз и такой творог делался таким твердым твердым его потом вложили в деревянные кадушки и заливали топленым маслом и могли кушать тогда этот творог этот сыр уже такой вот тогда когда ну позволял пост как бы позволял тот период когда можно было кушать такую пищу я выпекаю при закрытой крышке на одну сторону на другую сторону оставляю просто так что-то не жарится сейчас сделаю сюда такой сметан на яичный крем и поставлю в духовку и поставлю в духовку так сейчас добавлю сахарной пудры это 100 грамм у нас все сырники не очень сладкие ну вы знаете что сахар и соль это как бы по вкусу каждая хозяйка каждая семья она к чему-то привыкает кто-то любит много сахара мы такие что мы сахара много как бы не употребляем поэтому стараемся как бы избивать вот так добавлю сразу ванильку выливаю желтки взбитые белки такое получается воздушные все достаточно сейчас немножечко так масло выкладываем выкладываем так и так и поставлю в духовку где-то минут на 20-25 я обычно ставлю на 180 сейчас ее разогрею на 180 градусов и пусть запекаются так сейчас попробуем вот такое получается блюдо готовьте вы ароматно пахнет приятного аппетита пока да